Проклятие На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как избавиться от проклятия? Проклятие бывает заслуженное, бывает незаслуженное. В конечном итоге от всех этих проклятий мы избавимся, когда умрем. Потому что священник в разрешителе молитве над телом умершего читает следующие слова, в которых говорится о том, чтобы Господь простил ему все прегрешения, все то, что тот обещал выполнить и не исполнил. Или под свою анафему подоша, звучит это по-церковно-славянски. Или если под отучением архиерейским или иерейским, бысти, или по-русски будет звучать проклятие родителей своих навел на себя. Все это доразрешится ему. Пусть Господь простит и помилует. Так что самое простое средство избавиться от проклятия, умереть достойным христианином, так, чтобы священник искренне прочитал эти слова молитвы над тобой. Но мы все-таки живем здесь сейчас, и, как я понимаю, многим из вас хочется избавиться от негативных последствий проклятия как можно быстрее. Так вот, в притчах Соломоновых говорится, что как воробей вспорхнет, как ласточка взлетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Поэтому, если вас прокляли так в сердцах, ты кому-то какой-нибудь цыганке дал не тысячу рублей, а десять, в дорогу что-нибудь плохое пожелала, то, в общем-то, понятное дело, это проклятие совершенно незаслуженное. Или кто-то в сердцах, пусть даже родители, манипулируя вами и желая добиться своего, говорят, я тебя прокляну. Ну, бывает такое, к сожалению, бывает, когда с родителями ты живешь, как с скорпионом в банке. Они пользуются твоей доверчивостью, твоей уступчивостью и делают из тебя что угодно, там, вьют из тебя веревки. Ну, не будем сейчас о грустных ситуациях, поговорим о проклятии заслуженным. Здесь, конечно же, надо ситуацию как-то изменять, просить прощения, и не просто формально, а, может быть, с подарком каким-то достойным того человека, которого ты обидел. Вернуть украденное. Что еще? Я не знаю, за что можно получить проклятие заслуженное. Иногда бывает, ты принесешь такую боль, которую ничем даже не исправить. Но надо просто привить смекалочку, подумать, во всяком случае, как вы можете облегчить боль этому человеку. Отношения, может быть, никогда не восстановятся. Но, во всяком случае, если человек примет ваши изменения и высеркнет вас из телефонной книжки, будет переходить на другую сторону дороги, когда будет видеть вас, но при этом все равно вас простит в сердце своем, вот это самое главное, но не забудьте, что вы нарушили, пожалуй, заповедь Божию о любви к человеку, снисхождению к нему. Посему идите в храм и говорите священнику, вот я предала, я украла, я изменила, я нарушила заповедь почитания родителей в юном возрасте, допустим, когда, когда действительно почитание равняется послушанию. Когда ты уже замужем или женат, почитание сводится уже не к послушанию, а к материальным обеспечению твоих родителей. Но так или иначе, приходите к священнику, идите к Господу Богу на таинство исповеди. И в присутствии священника покайтесь в этом. Так что две составляющие лишения заслуженного проклятия, снятия с себя его покаяния, деятельное и покаяние искреннее, сердечное в храме. Никакие бабки, никакие экстрасенсы, детки, репки, жучки, внучки не смогут снять с вас никакое проклятие. Если вам будет кто-то рассказывать, что все, надо несколько сеансов пройти, и снятие проклятия очень тяжелое, черное, ужасное, вижу за тобой, там черный шлейф и стелется. Это все оказалось немножко дороже, чем я думал. Придется там несколько недель усердных чтений, усердных заклинаний, еще своих подружек еще пригласить. И пусть они тоже молятся в 33 странах земных. Не верьте, друзья мои, вы, во-первых, только деньги потеряете, но и душе своей принесете огромный вред. Потому что если вы будете обращаться к бабкам, деткам, то это будет проявляться даже к шарлатанам, которые, конечно, в основном, большинство подавляющее. И на наших телеэкранах, и на странице газет, даже если вам передадут ее по службе ОБС, там одна бабка сказала, по знакомству, как говорится, из рук в руки, то все равно, даже если эти люди шарлатаны, все равно вы душу свою продаете дьяволу, друзья мои. А он, человек, ненавистник из кони, если он помогает в чем-то одном, в кавычках, помогает, то он цену возьмет огромную, иногда даже жизнью в конечном итоге. Поэтому не ищите легких решений, проблем. Идите в храм. Проклятие снимается только в нем. Ну, а незаслуженное проклятие само улетит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!